Дочка пришла. Так, я сегодня в первой части, когда говорила, даже не в первой части, а вообще в первой, в первой, когда только началась, самое первое видео, я сейчас заварила чай, во-первых. Я говорила, что мы вот ровно неделю назад были в этом вот, в Массачусетте, в штате, когда возили нашего сына на соревнования по футболу. И тут же вот я начала говорить за вчерашний теракт в Москве и то, что для меня лично это, во-первых, некоторые люди говорили, сопоставляли это, как напоминает в Одессе, когда вот горел Дом профсоюзов, для меня лично это как будто вот теракт 9 сентября 2001 года. А, представляете, неделю назад вот едем мы в этой машине, и я вдруг начала вспоминать, вот вспомнила и стала, ну, рассказывала, так как вот вышла у меня вот в голове за кровавую Боню. Я говорю, слушай, Даниил, я тебе когда-то рассказывала за, ну вот, ты увлекаешься футболом, и я тебе говорила, что я из Одессы, у нас Черноморец, наша команда, и я тебе говорила за кровавый матч. Значит, когда этот матч произошел в Киеве, немцы, фашисты, нацисты, они очень любили и очень любят играть в футбол. И мой же Даниил знает, потому что он поехал в прошлом году, он же был в Нидерландах, и они там играли, там, и нидерландская команда, там, смесь была, они вот и в Бельгии ездили, и в Нидерландах играли. В общем, вот там, Германия, Нидерланды, Бельгия. И самое интересное, они, он говорит, что там 50% проиграли, 50% выиграли. Единственное, говорит, что его поразило, что они там очень высокие вот те вот. А он говорит, все равно мы половину вот выиграли. Но США, то есть вот этот вот наш штат, они такого обычно маленького роста, вот наш штат реально, они не очень высокие. И я говорю, Даниил, помнишь, я тебе случай рассказывала про кровавый матч, про фашистов, которые, значит, решили... Во-первых, привезли те, кто остался из Черноморца, Черноморец на то время, 1941-1944 год, Одесса под этими вот, под фашистами. Не только под фашистами, фашисты, они же объединяли этих вот руин, румын, итальянцев и немцев. И, значит, немцы решили организовать, тогда еще Киев был оккупирован немцами, а матчи решили организовать. Привезли лучшую команду, лучшая команда тогда была Черноморец, привезли всех игроков оставшихся, потому что... Откуда я вообще знаю про этот матч? Потому что одна из моих знакомых, ее дедушка, был одним из игроков. Ну, не на этом матче, а именно в то время был, значит, в Черноморце, но он ушел добровольцем на фронт и не вернулся. А вот ребята, которые не пошли на фронт, значит, которые остались, их немцы повезли из Одессы в Киев с ними посоревноваться. В общем, провели матч. И вот там были эти вот офицеры, все немецкие, и это было в Киеве, мы одном из стадионов, я говорю, на полном серьезе. И, в общем, наши ребята выиграли, Черноморец выиграл. Чем это закончилось? Немцы подняли автоматы и расстреляли полностью нашу команду. Значит, вот так вот закончился матч, то есть они не потерпели поражения, даже в честном бою. И вы представляете, вот те профессионалы, они проиграли, и они расстреляли. Это реальная история, это я ничего не придумываю. Если вы пойдете в музей Черноморца, в парке Шевченко, вот там есть музей нашей команды, вот эта история. Я говорю, именно поэтому Даниэл, так сказать, наша команда, ну она, потом сильный срыв у нее был, потому что лучше эти вот погибли, их были просто расстреляны. А муж говорит, а как вот это, как, значит, это связано, вот почему ты вот это рассказала? Я говорю, ну потому что одним из сейчас тренеров, во-первых, говорю, два дня назад один из тренеров Черноморца, он сбежал. Сбежал из Украины, он сбежал из Одессы, остался в Турции. В общем, он уехал, это реально, вот это было неделю назад, это новость, вот я была. И, значит, люди там стали обсуждать, кто говорит трус, второй говорит, вот, ну это его решение. В общем, он где-то сейчас в Турции. Второе, второе, что я говорю, ты знаешь, женщина, на которой вот я, которая меня приняла на работу, внучку, которой вот я следила, ее второй внук, то есть у нее две дочери. Я говорю, ты знаешь, что вот у той женщины, которую зовут точно так же, как вот меня хотела мать назвать, вот Виктория, и у нее две дочери, не одна дочь, а две дочери. Вот ты знаком с обеими дочерями, и когда ты приезжал летом 2007 года, и мы с тобой сватались, как раз у этой вот, у этой женщины, у мамы этих двух дочерей, был день рождения. И нас пригласили, и мы с тобой пошли, и ты там видел вот сразу двух дочерей, то есть мама вот этой девочке, за которой я смотрела, ну ты знал, а тут вот ты увидел ту вторую. Так вот, у второй, у нее три ребенка, первые два ребенка от мужчины из Ливана. И, значит, мальчик старший, и потом девочка, и они оба знают арабский, в общем, она, нет, не из Ливана, из Ливана или Ирана, в общем, я не помню, ребята, но они знают арабский. В общем, они познакомились в институте, и она подумала, вот, не учита вот этих вот разниц с культурой, уехала на родину мужа, но у нее вот двое детей. В общем, старший сын, он знает и, знает русский, знает украинский, знает арабский, и он очень увлекался футболом. Он тоже один из тренеров черноморца, значит, он пошел работать учителем там в частной школе, вот там, где вот эта девочка училась, которую вот я досматривала. Он пошел именно учителем физкультуры, и там же преподавал, в Одессе преподавал футбол. Потом какие-то там курсы, институт, в общем, стал профессиональным. Он профессиональный, я говорю, он профессиональный этот вот футболист. И он, то есть, так как у него папа, ну, иностранец, то есть, не только вот украинский у него гражданство, то я не помню, какое из гражданства у него, в общем, он путешествовал, и сейчас его сестра, она в Испании живет, то есть, они много языков знают. Вот, я к этому говорю, и образование у него тоже, он ездил в Западной Европе, он практиковался, он там что-то обучался, я имею в виду. Я говорю, вот смотри, если взять, вот сейчас вот я смотрю, вот ты играешь в футбол, смотри, если ты пойдешь в институт, вот к чему я говорю, есть только два направления, арт или наука, арт или сайенс. Вот я говорю, если здесь вот в США только две партии, республиканцы и демократы, все, третья партия никакой вот нету, только две, республиканцы или демократы. То же самое, если ты идешь в институт или университет, у тебя будет или арт, или наука. Я говорю, у меня, значит, магистр по науке, я говорю, потому что у меня экономика, математика, экономика, вот это все науки. У твоего отца тоже сайенс, то есть наука, сайенс. А вот арт, искусство. Я говорю, если ты будешь футбол, спорт, любой спорт, это арт. Художник, вот если Артур бы захотел дальше прогрессировать свой этот вот, там художественный талант или фотографии, или это вот, это арт. Арт, язык, языки, именно умения, там поэзия, литература, это тоже арт. Футбол, это арт. Фигурное катание, это будет по арту. Вот эти вот все тренеры, это по арту. А у меня сайенс, то есть он говорит, так что ты, вот какие ты экзамены, вот кто платил твое образование, вот тогда так возникло. Кто платил твое образование? Я говорю, государство платило. А я говорю, только, там одно было условие, надо было экзамен сдать. Он говорит, а какие ты типа экзамены сдавала, если ты пошла вот там на товароведение? Какие ты экзамены сдавала? По бутербродам я говорю, нет. Я сдавала математика, вот как по сайенсу, и я сдавала язык, вот грамматика, там была письменная. То есть, когда я говорю, в школе занималась, направление определяли, или вот гуманитарное, вот тебе лучше ты поговорить, или вот наука. А у меня, вот с каким преподавателем не поговорю, говорили, вот наука, стащили на свою сторону. Если я приехала, представляете, то есть, я училась заочно, вот какой экзамен не приду, и они меня тащат на свою кафедру. Вот до такого доходило. Приехала вот я во Львов на заочно, и у нас математик. Смотрите, математика, вот представляете, я имею в виду высшая математика заочно. Значит, первое, что вот, ну, когда там начитка идёт, лекции, и вот наш математик вот так говорит. Говорит, учиться заочно, это как кушать по телевизору. В общем, о чём вы говорите, высшая математика. Для меня, значит, не обижайтесь, математику заочно невозможно выучить, вы тупые, вот в таком плане, вы тупые, вы идиоты. И это просто невозможно, невозможно вас слушать, вот, вообще невозможно вас слушать. И когда я пришла, ну, то есть, я это, ну, я не восприняла на свой счёт, ну, он так считает, ну, хорошо. Ну, я-то готовилась высшую математику сама, то есть, они все вот приехали с контрольными. Я же не знаю, кто там, какие вот студенты, как они там, те контрольные, там уже нужен контрольный, там каждая контрольная на целую, на 18, вот, на тетрадь 18 листов. И я их готовила сама, то есть, я ездила в Кишинёв, я ездила в Киев на лекции, и сама делала вот эти вот все контрольные. Ходила к преподавателю с техникума, то есть, задавала ему вопросы, если мне что-то было непонятно, то есть, высшую математику я сама всё это вот делала. И все эти контрольные решала. Мне это нравилось. Мне нравилось напрягать мозги, потому что я понимала, что напрягать нужно не только мускулы. Мускулы — это хорошо, но вот если мозг свой не напрягать, то, смотрите, как Господь тебе придумал. Вот как грецкий орёх. Чем больше вот думаешь, тем глубже вот эти вот бороздки. Мне это вот очень нравилось, потому что я думала, если вот когда я умру, там мозг у меня откроют, чтобы он не был вот гладький, потому что там вот бороздки, понимаете, вот бороздки. Вот у вас когда вот идёт и шарики вертятся, крутится вот такая вот бороздка, и, значит, глубже становится. Теперь самый вот момент, когда появляются эти бороздки, не когда вам говорят и дают ответы какие-то, а задают когда вопрос, и когда неожиданное, вот такое, что вы никогда не слушали, и у вас такой стопор, и у вас чувство, что вы падаете вниз, вот это вот стопор 3 секунды, и у вас мозг начинает вот так вот дико, знаете, вот думать-думать, потому что ответа нету. То есть, если задали вопрос, и вы это уже знаете, такие, ха, бороздка не углубляется. Но если у вас есть эта информация и это, и вам задаётся какой-то вопрос, и вы этого не знаете, и вот в эти 3 секунды, дынс, ну это наука так говорит, и, значит, у вас появляется вот там глубже бороздка. Потому что если бы бог вот так не придумал, что глубже бороздки, у нас бы мозг бы вот рос, вот так бы увеличивался в объёме, и бы кряхнула бы наша коробочка. Вот здесь, значит, вот эта вот кожа, знаете, она вот растягивается, вот так вот, и, значит, появляются вот эти мускулы. Но если не пользоваться, вот даже мускулами, если не пользоваться, то они просто растворяют. Вот просто если лежать и ничего не делать, то и не будет, вот если вы не пользуетесь. То же самое с мозгами. Вот, я имею в виду, поэтому могла ли бы я там, ну там другие не напрягались, нет, вот могли и другие какие-то варианты, могли купить вот эту контрольную там, или ещё что-то, но вот когда я приходила, именно пришла на тот, к математику сдавать во Львове, вот эту вот высшую математику. И когда я подошла сдавать ему, вот, ну мы повытягивали себе билеты, готовились, а он вообще игнорировал. Там сидело несколько преподавателей, и он просто вот так вот отвернулся, сзади него сидят ученики. И он так нагло вот нам на лекциях говорил, что вы вообще, вы нули, вы дебилы, вот. Ну и что мне вас слушать? Ну ребята, то есть, хотите обижайтесь, хотите, нет. Ну если вы тупые, ну вот что вы сюда приехали? Вы все вот не очень, вы заочно, вот что это, кушать? В общем, он сидел и говорил там с этими вот, с другими, ну там же не один принимал, а там их два или три. То есть сидел и вот нагло, демонстративно разговаривал с другими учителями. И, а вот остальные вот так отвечали, то есть он так поворачивался, ну что, закончили это? Ну там ещё вообще-то, вы знаете, там тройки ставил как-то. И вот я сижу, отвечаю, и я смотрю, вот он говорил-говорил, и я смотрю, он такой раз и замер. Я думаю, ну а мне что? Я себе дальше отвечаю. Вот он замер, вот он говорит, так перестал говорить. Вот стал, я вижу, он остановился, а потом он повернулся ко мне, смотрит на меня, вот посмотрел. А я дальше продолжаю, вот рассказываю, что у меня там билет. Потом он вот так вот сел, значит, вот так вот, вот так вот сидел и вот так вот слушал. Слушал меня не отрываясь. Это учитель, ну этот, в университете, вот во Львовском, в экономическом. И, значит, когда я закончила, и он мне говорит, а что вы делаете, значит, на заочном отделении? Переходите ко мне на стационар. Приходите, вот я вас забираю к себе на стационар. То есть, представляете, он влюбился в мою математику. И я посмеялась. Я говорю, я, конечно, я говорю, Львов, стационар. Я говорю, я когда техникум закончила, кооперативную мне дали, из 120 я была лучшая, мне дали направление, одно из 120 без экзаменов в любой институт Советского Союза, кооперативную, в Москву, в Киев, в Полтавский, без экзаменов. Я говорю, ну, я выбрала, так как у меня там родыки, ну, я не помню, я ему, кажется, не говорила за это вот. Я говорю, ну, зачем мне львовский, этот вот стационар, если я отказалась от московского стационара, московский, киевский, от стационара без экзаменов. Ребята, без экзаменов. Я говорю, зачем мне львов, у вас климат плохой. Вот, и вот такое вот было, и, я говорю, за уважение. И, смотрите, то же самое с этими вот, ну, с говорильней. С говорильней, с этими вот, с языками, я говорю, так что, Даниил, запомни, вот то, что ты, ну, говоришь с Дженнифер, там, фигурное катание, это типа вот эти вот шоу, это всё, я говорю, это тоже арт. То есть, я говорю, муж, у тебя вообще, как что, вот, связано с всеми твоими институтами, у тебя магистр ты в сайенс? Он говорит, нет, я бакалавр. Вообще магистр, там 120 кредитов надо. Вот, то есть, я не знаю, от чего мой муж, вот, смеётся, если, когда я пришла здесь вот, учиться вот в университете, здесь именно, когда я поступила, они не смеялись, они взяли мои документы, и вот, они говорят, а что вы к нам хотите, вы такая вообще умная, вот в таком плане, и я же здесь доздавала, то есть, а не то, что я говорю, я себя не считаю умной, я просто очень много училась, вот, ну, не жалею, мне это нравилось, определиться не могла, что я хочу, вот, ну, я, в принципе, знала, но, мать мне говорила, что это деньги не приносит, то есть, вот эти, вот эти, не приносит, а то не это, а это не то, вот так вот, вот, и, я говорю, Деми, ты зря говоришь, вот, ну, там, танцы, там эти, вот, это там даже украшения, вот это вот, если, это арт, вот это бакалавр в арте, а в сайенс, это химия, то есть, когда здесь братья Стива спрашивали, а какого вот у меня образования, я показала все мои, эти вот дипломы, и там еще выписки были, там те 350, вот у меня кредитов, со всех этих вот институтов, и они такие, ну, что, все, вот тебе что, химия, физика, говорит, а зачем тебе химия, физика, ну, говорю, вот потому что у меня товароведение, первое, это, а как же, это химия, обязательно, это химия, это физика, товароведение, еще и не продовольственных товаров, вот, и я говорю, а когда вот там, про бутерброды, не таки, я говорю, что Данилу, первое, что надо было сдавать, это вот язык, язык именно грамотности, это у нас уже арт, вот это вот именно по арту, то есть профессионалы в арте, а сайенс, это математика, математика, и язык надо было сдавать, теперь вот насчет вот этих вот военных, то есть смотрите, вот эти вот военные немцы расстреляли, то есть офицеры, офицеры и офицеры, они настолько разозлились против наших ребят, черноморцев, они устроили кровавую больную, и насколько это их задело, потому что наши ребята, вот черноморец, черноморцы, они обыграли немцев, вот этих вот высеченных, с голубыми кровями, а наши ребята обыграли. Одесситы, одесситы, одесситов, вот черноморцев, я могу сравнить с этими вот, если взять Аргентину, команда Бока, команда Бока, если Марадону, как говорится, погубили эти вот наркота, а наши, знаете, когда вот я была маленькая, над вот, над черноморцем, над нашими ребятами говорили, эти вот, ну, в общем, типа алкоголик погубил, вот в таком плане, да, ну, такие вот, а, смотрите, но ведь, это же может быть и дисциплина тоже, то есть, почему тренеров, именно, тренер, вот, почему мой Данил перешел из, вот, нашей деревни, в соседнюю деревню, хотя у нас, ну, вот, из нашей школы он перешел вот в эту вот академию, потому что там больше именно упор на спорт, именно этот вот, это тоже арт, но именно футбол, то есть, там тренеры, вот в соседней вот этой вот деревне, тренеры именно по футболу, а у нас, у нас очень были способные тренеры по художке, когда Артур учился, мне это очень нравилось, что у нас, что у него были изумительные эти преподаватели по художке, значит, говорили, что он жутко талантливый, очень талантливый, и я ему говорила, Артур, если ты решишься, ну, вот, если решишься, я постараюсь тебе помочь, я не хочу, чтобы, смотрите, я сто процентов помогу, но каким образом помогу, если ты пойдешь где-то, вот, если, посмотрите, если вы учитесь, допустим, в штате, где живете, там будет дешевле учиться, плюс вы еще экономите, когда вы живете, вот, допустим, у родителей, когда Артур обручился со своим, ей вот, будущее с женой, в девятнадцатом году с Валентиной, и он сказал, что он будет, вот, собирать деньги, там, на свадьбу и так далее, то есть, если бы, ну, вот здесь не принято, чтобы взрослые дети, вот, там, двадцать семь, двадцать восемь лет, жили у родителей, и там, собирали деньги, то есть, это была наша, моя, моя помощь, моя помощь, потому что мне надо власти уговорить, или там, поставить, знаете, вот, ультиматум, он же меня называет, мамой, этим, хеликоптером, вертолетом, если он своим родным дочкам, вот этим вот старшим дочкам, единственное, что вот дарил, на этот, на день рождения, коробочку с голубикой, вот, своим родным дочкам, но, он не поганый папа, вот смотрите, вот сейчас дочка уехала, значит, старшая, которая живет, вот у нас в деревне, у нее там, две эти вот, две внучки, то есть они поехали в Бостон, вот сейчас, вот они именно, вот в дороге назад, вот у нас тут снег, они в дороге назад, но у нее собака, и она попросила, папа, придешь, вот покормишь, то есть он приходил, он кормил, у него там ключи, она доверяет, вот в таком плане, что, когда ей там нужно, уехать куда-то, то есть он вот здесь вот, ее мамаша, тю-тю, до свидания, четыре года назад, она умотала вообще в другой штат, то есть мои дети, они в этом вот в курсе, маманья, которая, значит, получила, что ее папа, скончался, оставил наследство ей, она своим дочкам вообще ни копейки не оставила, она взяла все эти бабки, и умотала, умотала, вот официально, умотала жить в Северную Каролину, или в Южную Каролину, ну, в общем, там очень красиво, там все замечательно, но я в жизни бы не поехала туда, знаете, вот у нее там целая ранчо, там это вот, ну, она вообще никакого вот, вот посиди с собакой, посиди с собакой, когда дочка вот хочет с этими вот, с мужем, вот с семьей уехать, им нужно куда-то уехать, и вот за домом присмотреть, собаку накормить, вот в таком плане, то есть вообще ее вообще это не волнует, и внучки, мы же с мужем ходим на соревнования внучек, нам это интересно, а им это очень приятно, что это поддержка, понимаете, вот то, что они там баскетболом занимаются, мы приходим и видим, у них эти вот дни рождения, мы приходим и их видим, мы с ними общаемся, то есть у нас со Стивом на двоих пятеро детей, пятеро, дочки Стива, они мне вот пачерицы, вот я мачеха, я мачеха двух, и мама трех, мачеха, но я еще и степ бабушка пятерых, и они все у меня родились на глазах, выросли у меня на глазах, и вот я их знаю вот с такого, вот я их всех качала на руках, я им все эти вот подгузники меняла, я со всеми там сидела, нянчилась бесплатно, вот бесплатно, почему я это делала? Во-первых, чтобы помочь детям, детям я говорю Стива, потому что я Стива люблю, и я себя помню, как мне было тяжело, когда мне даже некому было, мне, чтобы не просто там пойти в кино, а вообще за это не шла речь, не чтобы пойти в кино или там еще куда-то, нет, за это вообще не шла речь, я не могла пойти на работу, я не могла пойти вообще никуда, потому что у меня ребенок постоянно то ли болел, то еще что-то, здесь, вот здесь уже в США, я свою дочку Дженнифер и Даниила один раз оставила, этой вот сестре Даян, это когда Дженнифер был год, мы пошли на два часа с мужем на концерт, там какие-то барабанщики были в соседней деревне, ну это какая-то вот, какой-то ансамбль там с барабанами, в общем, мы когда пришли, две женщины смотрели за Даниилом и за Дженнифер, я пришла, я оставила свою дочку нормальную, я пришла, у нее температура была 40, и вот это вот, его сеструха, та, которая постарше, там вот такая вот, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать, снимать штаны и бегать, снимать штаны и бегать, это, которая меня сказала, что я вот плохая мама, а та, что вторая, то, что вот худенькая, значит, у нее трое сыновей, и вот мы ей доверяем дом, вот мы уезжали сейчас на две недели, когда мы уезжали в этот вот, меньше, на сколько там, на 9 дней, да, мы уезжали во Флориду, в Вайами, она разобралась, она разобралась, да ее покусал кролик, да еще там у нее были, но это она решила эти вопросы, у нее вообще такого не было, что делать, а что делать, а снимать штаны и бегать, вот в таком плане, то есть, когда у меня мужа была срочная операция, кому мы оставили детей? Мы оставили самому младшему брату, у которого семеро детей, семеро детей, ребята, семеро, вот ему мы оставили, и у нас уже есть завещание, если с нами что-то случается, наши дети знают о завещании, и я вообще очень удивилась, когда я его там год, кажется, назад, спросила у моего старшего сына, и вот, у его жены, я говорю, слушайте, а вот, например, такой вопрос, если с нами что-то случается, как вы думаете, наши дети, кому мы вот завещали? Они такие, наверное, нам, я говорю, нет, по завещанию, нет, не вам, а вы чем доказали вообще? У вас эти вот, маленькие дети, откуда я знаю, как вы вообще относитесь? Это вот, вы пока что, вам сколько лет вообще? И, знаете, когда мне было 15, вот мне было, вот только исполнилось 15 лет, я, значит, проработала все лето в детском саду, где мне доверили, эти вот, в Одессе, кирпичный переулок, садик, чайка, значит, в детском саду я работала сменщицей моей матери, то есть она с утра работала, допустим, до 12, до часу, а я там, допустим, сейчас, то есть я приходила, когда дети вот еще спали, но она с утра была, вот это вот все лето, она просто мне не доверяла, заведующая мне не доверяла уроки проводить, ну я имею в виду, там же с утра эти вот занятия, специальные занятия, а после обеда, то есть представляете, ни один родитель вообще ничего мне не высказал, там 15 или 16 человек, детей были под моим, а мне 15 лет, 15-16 человек были под моим этим, вот я была у них воспитательницей, все лето, все лето, и вот и деньги эти я заработала, поехала со своей подругой в Молдавию, потому что, если пойти к нам на толчок, там все было очень дорого, мы приехали в Молдавию, да, там пришлось и 3-4 часа ехать по каким-то деревням, бендеры, куда-то, бендеры мы обувь покупали, там, еще в Кишинев, 4 часа надо было ехать, мой отец, Павлов, по документам, значит, когда меня мать увезла из Тирасполя, мне было 6 лет, он не приехал, он жил в Тирасполе все эти вот 3 года, до того, как он ехал на год на золотые привязки, он ни разу из Тирасполя ко мне не приехал, а там ехать 2 часа на электричке, здоровый кабан, здоровый, понимаете, если моей матери было его 27, ему там было 28-29, он ни разу не приехал, меня не проведал, там за 3 или за 4 года, и в письмах, когда он писал с этих вот, а в приисках, он всего лишь был 1 год, всего лишь 1 год, он был на приисках, где там в России, а потом он поехал в Киев, и его сестра, которая приезжала постоянно его проведывать в Киев, и которая приезжала в Одессу в Затоку отдыхать, она ни разу мне не приехала, не проведала, ни разу, зато, когда вот моя мать, его вызвала, когда я только родила Артура, это 23 года, он приехал из Киева, он приехал проведать своего товарища, он приехал, значит, нотарировал, ну вот, шамать его вызвала этим вот, телеграммой, там или чем, потому что я даже не знала, где он там живет, и что-то там, я не помню, о чем там стал возмущаться, типа, ну, мужик, там первый муж пришел на Таирова, потому что он приехал, и я как бы с ним, ну, взяла его, еще мы приехали, он увидел, я думаю, я кажется, Артура взяла, но он совсем был маленький, в общем, мы приехали, я ему показала, не то, что показала, мы беседовали на Осипова на квартире, и я видела вот эти вот глаза, как у него загорели, что у меня оказалась квартира, и он мне стал, вместо этой помощи предложить, он мне что-то там стал говорить насчет моей квартиры, значит, когда у меня тяжелейшие моменты были, это вообще не это, вот, а это он приехал, поговорил насчет моей квартиры, давай квартиру твою сдавать, давай там еще что-то сдавать, а давай ты мне это сделаешь, я это вот вот вообще представляете это тот который говорит что он закончил что он моряк и проработал в морге санитаром морге санитаром карьера морге санитаром но он еще и этом специально это же там сутки через трое надо было в морге санитаром это чтобы трудовую книжку себе держать а так он работал значит нелегально таксистом в киеве и все бабы знали все знали хочу санитаром я пришел набухался поэтому трупов он не боится ничего не боится но знаете зря он не боится бога и зря он не боится весов которые его совсем не тревожит потому что он один из них